Многие наши православные христиане жалуются на то, что им на самом деле тяжело находиться на богослужении. Что можно сказать? Ну, во-первых, дорогие братья и сестры, изучайте наше православное богослужение. Это не так сложно. Богослужение состоит из известных и повторяющихся частей. Вот так литургия состоит из часов, проскомидии, литургии оглашенных, литургии верных и самого таинства причастия, в котором причастники сподобляются телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. В литургии и во всеночном бдении тоже есть неизменяемые части, которые легко узнаются нашим вниманием и памятью, и есть изменяемые, которые вставляются в соответствии с церковным календарем, в соответствии с теми святыми и событиями церковной жизни и священной истории, которые отмечаются в этот день православной церковью. И то, что эти песнопения и молитвы различны, это тоже для нас очень важно, потому что богослужение не будет для нас чем-то уныло однообразным, повторяющимся изо дня в день. Оно каждый раз новое, оно каждый раз исполнено смысла и каждый раз наполняет нас вдохновением. Кроме того, конечно, то, что на богослужении находиться трудно, это понятно, потому что мы ведь на богослужении не развлекаемся, мы на богослужении не отдыхаем, мы во время богослужения трудимся. Богообщение – это большой труд. И святые отцы говорили, что молиться – это значит кровь проливать, молиться – это значит напрягать все свои духовные силы для того, чтобы установить контакт со Господом, со святыми, для того, чтобы донести до них свои мысли, чувства, настроения, нужды и проблемы, и чтобы получить какой-то отклик. Конечно, это непросто, и мы должны вслушиваться и в текст евангельских, и апостольских, и ветхозаветных чтений, и в тексты песнопений, и в то настроение и состояние, которое охватывает храм в те или иные периоды богослужения, и мы, находя в себе этот отклик, мы почувствуем плод, результат нашей молитвы. И уверяю вас, что этот плод во многих случаях будет утешительным. Если мы пришли в храм с тревогой, мы можем получить сердечное утешение и успокоение. Если мы пришли в храм с вопросом, мы, слушая молитвы, наблюдая за богослужением, прислушившись к моему сердцу, мы можем получить ответ на этот вопрос. Если мы не могли принять решение и чувствовали недоумение в душе, мы можем получить решительное какое-то принятие решения, мы можем получить некий духовный совет, мы можем получить удостоверение в той или иной позиции, которую мы осмысливаем в результате и в ходе своего духовного выбора. Мы, конечно, получаем духовное вдохновение от церковных таинств. Если у нас было уныние, мы получаем бодрость. Если мы не могли кого-то простить, мы вдруг обретаем способность к прощению. Если мы раздражались, злились, обижались, мы вдруг оказываемся успокоенными и можем понять, что гораздо важнее пожертвовать какими-то своими интересами, чем нести обиду по миру и распространять ее духовные плоды вокруг себя на других людей. Поэтому, конечно, присутствие на богослужении – это очень важно, очень нужно. И те, кто понемножечку вошел в это духовное состояние, тот никогда с этим не расстанется и будет постоянно стремиться в церковь, постоянно говорить, что вот что-то я духовно поник, духовно упал, снизил свой духовный уровень. Наверное, я давно не был в храме, наверное, я давно не соединял свою молитву с молитвой всей православной церкви, не участвовал в таинствах, и мне пора вновь приняться за свое духовное восстановление. И тогда и наше умственное понимание богослужения, и наше сердечное его переживание, и наши духовные результаты войдут в то единство, которое нам даст смысл, которое нам даст переживание важности этого, и которое так даст почувствовать его результаты, что мы никогда от этих результатов не откажемся.